Что происходит с обезьяны? Ну, наверное, большинство из вас знает, что человек произошел от обезьяны. Как бы, да? Ну вот, это все товарищ Дарвин говорит. И все вроде бы понимают. Сначала начнем с того, почему Дарвин прав, а библейский мотив – это полное галиматья, если его сравнивать с дарвинизмом. Это просто из-за того, что в Библии описывается процесс обучения людей, а не процесс создания мира как такового. В первый день учитель рассказывал, создавал землю в головах людей. То есть описывал, или там учил урок географии. Второй урок зоологии про животных. Это называется, это называется. То есть, практически Библия в первый день человек создал землю. Создал землю в головах людей. Люди жили себе как не зная ни о чем, не думая ни о чем. Они жили и жили, вот кушали, ели, собирали все себе. Просто делали нормальное обычное телодвижение для жизни. То есть, были нормальные. Ну вот. А тут пришел учитель и, может его и Богом звали, может его и Готом звали. Может Готом, это еще лучше Готом. И он создал мир в людских головах. Ведь наш мир, это только то, что мы думаем, то, что мы знаем. Если мы не знаем ничем, мы как собачки. Ничем от них не отличаются. Нету мира для нас. Не существует. Существует желание покушать, желание что-то сделать, а мира не существует. Описания его не существует. Вот поэтому Библия, это только описание процесса образования. Религия, это, прежде всего, изначальное образование для людей. Вот. Начнем теперь с товарища Дарвина. Он хорошо описывает то, что происходит. Вот. Но почему это происходит, он не описывает. Ну, просто вот такая натура в нашей науке, что она не может углубиться в некоторые вещи, которые для нее не существуют. Потому что у нее стрелки нет, которая измеряет уровень желания или уровень злости. Вот. Ну, это проблема науки. А мы рассмотрим, как же происходила трансформация из обезьяна в человек. Предположим. Это все предположение. Все понятно. Не претендуя никогда. Вы можете прочитать в первой заглавном теме моего канала. Не прочитать, а посмотреть. Я там постарался описать, как функционирует мой канал и как я рассказываю о чем-то. То есть у меня нет каких-то определенных стационарных тем, которые претендуют на некую, на каменность какого-то стабильность извояния такой памятника. Все, все время меняется. Добавляется информация, добавляются точки зрения, добавляется и наука бесконечная. Она продолжается до момента, когда у человека просто не взорвется голова. И образ этой картины мироздания перед ним не возникнет. И он будет смотреть на него и просто говорить, описывать, рассказывать, как есть на самом деле. То есть форма такого просветления через знания. И вот, начну с того, что, как мне кажется, что толчком к очеловечению стали измененные состояния сознания в психике. Изначально некоторых видов животных, обезьян, больших, человекообразных, огромных, которые там научились есть или пристрастились есть к определенным видам галлюциногенных растений. То есть не будем сильно, это самое, плохо это или хорошо. Спросите лучше у наших звезд голливудских, да? Они кокаина нанюхаются, а мы потом восхищаемся ихними фильмами и маскарами, потом они лечатся. Но это ерунда, да? Главное, что они энергии или что-то там изменили свое состояние сознания, которое их раскрепостило, и они начали творить. Они могут подражать, они могут изображать утюг, можно там как-то сами изобразить, да? Который гладит. Или там любовь неразделенную. То есть ярко показать, войти в образ. Вот именно это свойство наркотических веществ, не всех, а именно психотропных таких, да? Вот, грибы там, не знаю еще что там. Мне кажется, что грибы самые-таки идеальные для этого. Но там много-много разных есть леан и различных, которые содержат какие-то вещества. И вот, возможно, группа определенная этих животных пристрастилась к этим вещам. И начало их сознание животное, вот такого мав, обезьян, которые там в фильме смотрели все это самое, вдруг расслабилось. И они так начали смотреть на мир по-другому. И вот, если продолжительное время, допустим, это продолжалось, популяция какая-то определенная, да? У нее это самое, возникла такая тенденция к употреблению. Ну вот, возможно, это изменяет генетику. То есть, сознание влияет на физику. А это все сознание и физика, как бы, оно одно единое целое в наших организме, да? Дух, сознание, то, что думает, то, что мыслит. Вот, и в процессе там тысячи, две тысячи миллиона лет, эта популяция стала отличаться чем? Она, у нее появилась возможность подражания. То есть, подражание. Если животное обычное, оно... Есть некоторые люди, которые умеют подражать, там, петь, голосовое подражание. А здесь имеется в виду творческое подражание. Это самое, помните, нам рассказывали на уроках истории, как... Или мы видели в фильмах, как шаманы вокруг костра, они там изображали из себя тигров, или там этих ягуаров, и там в трансе ходили. Вот это первое, что начало отличать животных от неживотных. Сознание изменялось. Это умение подражания. Люди... В дальнейшем это только усугублялось тем, что люди начали совместно проводить какие-то акции, там, собирательство, охота. А потом приходили и могли показывать, что с ними происходило во время их путешествий. Да? То есть, вот волк напал, там, или пробежал. И он показывает, что волк пробежал. Вот это знаковая система. То есть, уже начали пальчики работать. Они начали... коммуникация начала возникать из-за возможности подражать. Вот. То есть, фактически, это начало творчества. Творчество дало толчок развитию цивилизации людской, человеческого сознания. И дальше, больше, дальше, больше. Все это... Люди начали создавать... Вот мы видели, да, там, видео, если посмотреть, набрать на Ютубе. Там какие-то шаманские ритуалы. Мы видим, что люди там закинулись какими-то грибами или лианами. И они потихоньку начинают там общие там танцы, танцевать. То есть, на бубнах играют этих, на барабанах. И люди танцуют, входят как бы в экстаз, ритм. То есть, это считалось совместным действием. Это объединяет, это создает общее поле. То есть, таким образом, люди вот с помощью творчества развивались. И эта тенденция продолжалась. Так, где-то, очевидно, угасали культуры. Где-то они вспыхивали вновь. И, в конце концов, вот определенные группы получилось. Они развились до понятия абстрактного мышления. То есть, творчество создало человека. Ну и с помощью еще некоторых психотропов. Это лично мое мнение. Потому что, как говорится, алкоголь придуман умными для умных, а употребляют все. Так же и со всем этим самым. То есть, наркомания – это, безусловно, зло. Но, когда мы смотрим на великих наркоманов, которые называют «Дэн Таскары», или там «Роллинг Стоунзов», или «Битлзов», или же этих самых. То есть, практически вся культура западная, она наркоманская. Мы не даем себе отчета, что наши дети смотрят сериалы-мультики, которые созданы наркоманами, которые сидят там на кокаине. Для того, чтобы творчески творить, человеку нужна свобода. А свобода дается, получается, так. Но, если человек не творит, а тупит, тогда это обычный наркоман, просто-напросто зависимый от наркотика. Так что, творчество совместно с измененным состоянием сознания и дало толчок изменению генетического состояния. Давайте посмотрим еще теперь с другой стороны Дарвина. Смотрите, существуют какие-то разные павлины, да? Павлины. Существуют носороги, у которых рог такой, хобот. Откуда, как? Да, понятно. Дарвин нам говорит, что скрещиваются там виды в определенных этих пропорциях. И потом у них там что-то. Ну, почему хобот растет? Почему? Неужели правоисторической слонихе нравились, слонихам нравились мужики, эти слоны, без хобота вообще, но с длинными носами, чтобы потом все этот хобот увеличивался из популяции. Неужели так было? Нет, все гораздо проще. Есть практичность, то есть у одного вида там, он огромный и ему наклоняться в бомб. Поэтому он все время тянется к водичке попить. Представьте, слон, чтобы наклонился, туша вся такая, да? И он просто-напросто, его все смыслы работают только на то, чтобы дотянуться до воды, когда у него маленькая, маленькая, это самое. Они много кушали, много зелени были, росли, толстели и это самое. А все больше становились, а до воды наклоняться все тяжелее было. И поэтому их единственным желанием было, чтобы дотянуться до воды. Вот это желание, желание это энергетически, имеет свою частоту. Человек что-то желает, желает попить, желает дотянуться. И единственным инструментом, который влияет на изменение внешнего вида, как людей, так и животных, это является желание. Вполне физическое излучение, которое является определенной программой энергетической. И вот павлин, который был когда-то простой птичкой, ему очень хотелось, чтобы понравиться самке, ему очень трахаться хотелось. И вот на этом желании он хотел выделиться как можно больше яркости. И вот у него появляется от желания, появляется у папы перышко. Сначала желание появляется, потом в соответствии с этим у потомства появляется какое-то перышко или оттенок появляется. Потом это передается поведенческие мотивы, это желание эмоциональное. Потому что мы с вами дети, когда маленькие, они не учатся слов, они учатся эмоций, то есть реакций физических. Если мы будем всего бояться, то ребенок будет боязливый. Если мы будем много злиться, то он будет или трусливый, или тоже злой. Если мы будем эгоистичные, то он тоже будет. Он первый еще в утробе матери учится эмоциям, реакциям на окружающую среду. Эмоции – это язык животных. То есть дети, не имея сознания человеческого еще, они являются как бы животными существами, ничем не отличаются от щенков, кроме внешнего вида. Все мы знаем, что зародыш у человека сначала какая-то устрица похожа, потом на какого-то ящерицу похожа, потом еще все развивается, растет и до человека драстает. То есть это есть эволюция. То есть то, из чего мы произошли. И каждое из этих существ имели свои желания. И вот желание – это есть тот механизм, который влияет на физический мир, на генетику из поколения в поколение. То есть если Дарвин говорил, что это изменяется, и мы понимаем, что это изменяется, то я говорю сейчас, что именно желание приводит к тому, что мы как виды и животные виды физически видоизменялись. То есть вот эти большие динозавры с разными рогами как можно большими. Вот стоит этот динозавр маленький, да, и думаю, смотрите, вот папа такой большой, огромный динозавр. Он тоже как бы мне такие… Он подражает ему, там бьет, это дерево там, в дерево там свои рога чешет. А ему хочется быть похожим на папу. То есть он не думает, у нее нет мысли, у нее есть желание. И вот это желание, из этого желания рождается это самое. То есть если маленькая девочка будет, у мамы были маленькие сиськи, у бабушки маленькие сиськи, и эта девочка очень захочет иметь большие сиськи, когда вырастет. Если у нее возникнет это желание, то она вырастет, и у нее вырастут эти большие сиськи. То есть желание – это инструмент универсальный, который делает так, что мы видоизменяемся. Так же и обезьян было, да. То есть им неудобно было хватать, они брали это самое. И было желание, чтобы как-то инструмент этот был более совершенен. И так мы появились из обезьяны человека. А если еще к тому же они там употребляли, а употребляли все. Мухоморы находят у старых, шаманы во всех племенах употребляют. Во всех, даже в самых отдаленных, которых цивилизация не знает, они там что-то кушают свое, эти шаманы. Так что трудно себе представить, что наши предки это же войне делали. Вот именно это их человечество. Это социализировало их. Вот я как бы постарался описать, как бы дополнить товарища Дарвина в некоторый способ такой нестандартный, ненаучный. Это мое мнение, имею право. А если вы присмотритесь и рассмотрите этот момент повнимательнее, то тоже заметите, что свою жизнь мы делаем своими мыслями или, проще говоря, желаниями. Чем больше мы хотим, тем больше мы добиваемся. Ну, конечно, и делать тоже что-то нужно. Всего хорошего. Надеюсь, что ваше желание вам поможет. Вам будут помогать в жизни.